Чё как, с вами Камрад. Мы собрались сегодня, чтобы узнать, как необычный по окрасу представитель больших кошек оказался в мультипликате. В 60-е и 70-е годы американский режиссёр-сценарист Уильям Блэк Крамп или Блэк Эдвардс был на пике своей популярности за счёт своих фильмов. На фоне одиночных картин с именитыми актёрами выделяется серия криминальных комедий, где действия вертятся вокруг разинения детектива Жака Клузо и дорогостоящего бриллианта астрономической цены «Розовые пантеры». Самый первый фильм киносерии вышел в 1963 году и открывался в титрах «Большой кошкой розового цвета». Ещё на стадии производства, и даже тогда, когда сочинялась легендарная музыкальная тема Генри Манчини, Эдвардс обратился за помощью к именитому режиссёру-аниматору Фрицу Изодору Фриллингу, чтобы поработать над образом пантеры. На его суд было получено большое число вариантов, и один из них засветился в фильме. Конечно, комедийный детектив получился хорошим, судя по отзывам зрителей и критиков. Заработав у себя на родине 6 миллионов долларов на старте и по миру около 4-х, была запущена целая франшиза, длиною в 30-40 лет. Всего было снято 9 классических фильмов, и плюс 2 ремейка со Стивом Мартином в главной роли. Ну а что там по мультам? Зрителям также понравился и сам нарисованный герой, и через год-другой начинаются его отдельные похождения, никак не связанные с фильмами. Короткие метры производились на студии Deportif Rilling Enterprises по заказу United Artists. Позже эта студия войдёт в состав MGM. Дебютная серия «Розовый финг» после получения «Оскара» помогла дальнейшему выпуску серии каждый месяц, попутно выпуская и другие циклы в дальнейшем, один из которых отсылал на Жака Кузо. Только прожили по сравнению с «Пантерой» недолго. «Розовая пантера» в момент своего появления стала нового века в истории американской анимации. При том, что в те годы кинотеатральные релизы коротких метров попросту изжили себя. А тут один из ветеранов Warner Brothers с коллегой открыли свою студию на базе физлаборатории и породили на радость Люду нового героя. Сюжеты серии строились на пантомимах и каламбурах, передавая привет комедиям «Немой эры» с Бастером Китоном и Чарли Чаплиным. И всё это дело приправлялось с сюром и абсурдом, без каких-либо диалогов с проигрыванием на бэкграунде, одноимённой композиции и её других версий. С 1964 по 1979 год вышло «124 крытыша». Плюс серии всех мультов с «Пантерой» и не только компоновались под мультсериал для NBC «Субботние утренники». Ну а нужно ли было так делать, если популярность героя получил в основном у взрослой аудитории, непонятно. Параллельно, как и положено, выпускались и комиксы. В нашем случае печатью занималось издательство «Золотой ключ», отпуская в продаже книжных магазинов штатов 25 центов за выпуск. Позже в разные годы стали выходить отдельные почти полчасовые спешты с «Пантерой», несколько мультсериалов, в одном из которых героя разродился речью, а потом пошли игры, головоломки и квесты на ПК. Помните такие? Я бьюсь в заклад, что вы видели в одноголоске полчасовые мульты, или же часами проходили квесты «Неожиданное наследство» или «Фокус-покус». Меня не проведёшь! Друг мой, я здесь не для того, чтобы исследовать чищобу. Что можно сказать в целом об этом герое и всей продукции с ним? Это и целая кинофранцуза, музыкальные мотивы авторства Генри Манчини, серия анимаций и комиксов, а также игры для портативных и стационарных устройств. Ныне сейчас герой после последнего появления в мультсериале спит сладким сном, хотя планировали ещё один перезапуск с ним в формате игрового кино, но после провала продолжения ремейка от такой задумки отказались. А как вам в целом сама «Розовая пантера»? Напишите об этом в комментариях. А с вами был Камрад Эльвабуччо, ещё увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!